Сотрудники милиции нашли тело годовалой девочки, заявление о пропаже, который мать сделала накануне. Напомню, в четверг МВД стало известно, что ребенка вместе с коляской похитили около входа в магазин на Пушкинской. Сегодня выяснилось, что малышку задушила мать, а труп выбросила в мусорный контейнер. Новость о том, что на Пушкинской неизвестные похитили коляску с младенцем, всколыхнула весь город. 23-летняя мать обратилась в милицию и рассказала, что зашла в магазин, а коляску оставила на улице. Когда вернулась, якобы ни девочки, ни коляски не было. На поиски ребенка были направлены все силы одесской милиции. Следователи установили анкетные данные матери, изучили ее круг общения и образ жизни. В процессе общения, при котором женщина путалась в показаниях, а также при изучении записей с камеры видеонаблюдения, стало ясно. Мать пытается обмануть сотрудников милиции. В ходе проведения следственных действий первоначальных, женщина начала путаться в своих показаниях. Через некоторое время она отдала показания по поводу того, что она ребенка оставила в районе рынка привоза. Также была отработана эта версия, положительного результата получено не было. Следствием была выдвинута одна из версий, которая проверялась параллельно. Это продажа именно ею, своего ребенка, так как у нее были трудные материальные положения. Эта версия тоже не подтвердилась. А ближе к вечеру в одном из контейнеров на маршала Жукова было обнаружено маленькое мертвое тельце, завернутое в одеяло. Выездом следственной оперативной группы и в дальнейшем проведение судмедэкспертизы было установлено, что смерть ребенка наступила вследствие удушения. Гражданка дала показания о том, что она действительно задушила своего ребенка, так как ребенок плакал, вызвал у нее недовольство и она матрасом его задушила. Во время допроса женщина призналась в убийстве дочери. Она объяснила, что ребенка было нечем кормить. Девочка постоянно плакала. Это раздражала мать. Накрыв малышку матрасом и придерживая рукой, женщина задушила ребенка. Затем бездыханное тело положила в сумку и выбросила в мусорный бак. Как совершила дочку свою? Сегодня утро. А чего? Ну что, она плакала? Каши нету. Памперсы закончились практически. Денег нету. Звоню всем, пытаюсь одолжить, ни у кого ничего нету. Я понимаю, что на работу выйти не могу, потому что не мог, кто с ней будет сидеть. Открыто уголовное производство. За умышленное убийство ребенка подозреваемой грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы. Еще одно убийство зарегистрировано на поселке Котовского. Задержан 34-летний одессит, подозреваемый в убийстве матери. Трагедия произошла в квартире на проспекте Добровольского. По словам мужчины, его мать несколько лет болела и в последнее время вела себя странно. Часто ругалась, выбрасывала из окон одежду и вещи. Когда в очередной раз женщина выбросила вещи в окно, между ней и сыном началась ссора. Мужчина стал избивать мать, пока она не потеряла сознание. Врачи констатировали смерть 64-летней женщины от многочисленных переломов ребер и болевого шока. Открыто уголовное производство. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Серьезный пожар на рассвете произошел на Пересыпи. В жилом доме на улице Черноморского казачества загорелась крыша. По предварительным данным, огонь охватил порядка 8 квартир. По словам очевидцев, пожар возник около 4 утра. Покорельцев эвакуировали из квартир. Некоторые из них отравились угарным газом. Пламя было очень сильное. Мы все переживали, что перебросится на наши соседние дома. Так как у нас шифер, перекрытие деревянное, горело очень сильно. В доме находились газовые баллоны, но их сумели вовремя вынести. В тушении пожара принимали участие 9 единиц пожарной техники. В Суворовском районе по улице Черноморского казачества 49 произошло загорание частного дома. По прибытию горела крыша открытым пламенем, чередачное перекрытие на площади 250 метров квадратных. Пять стволов, огнедушащих стволов, поставлена одна автоцистерна на пожарный гидрант. Как бы было недостаточно давления в пожарном гидранте. Сложность пожара возникла в том, что чередачное перекрытие было деревянное. Огонь распространялся по чередачным помещениям. Погибших и пострадавших нет. Точная причина возгорания устанавливается. Но по предварительным данным произошло короткое замыкание электропроводки. В настоящее время проводится оценка ущерба. Ремонтно-восстановительные работы, как подчеркивается, будут выполнены за счет средств городского бюджета. Еще один крупный ночной пожар зафиксирован в заповедной зоне Нижнеднестровского национального природного парка. По предварительным данным, возгорание началось со стороны пойменного леса, ближе к селу Красная Коса у Днестровского лимана. Ветер способствовал распространению огня на тростниковые заросли заповедной зоны парка, где уже гнездятся большие белые цапли и колпицы. Ближе к ночи огонь охватил огромную заповедную площадь дельта Днестрак. Все больше и больше разгорался, нанося непоправимый ущерб природному парку. Причины пожара пока не установлены, но вероятнее всего это поджог, считают специалисты. В годовщину убийства одессита Максима Чайки до сотни патриотически настроенных горожан, преимущественно молодого возраста, собрались у памятника Тарасу Шевченко, чтобы почтить память своего товарища маршем по центральным улицам города. 17 апреля 2009 года во время столкновений с представителями движения «Антифа» патриотически настроенный студент факультета журналистики университета имени Мечникова Максим Чайка был убит двумя ножевыми ударами. Следствие по этому преступлению не завершено до сих пор. В память о товарищи в день его гибели у памятника Тарасу Шевченко собрались одесситы, чтобы затем пройти маршем по центральным улицам города. У подножия монумента выстроилась колонна из проукраинских горожан. Чайка просим! Не забудем, не просим! Чайка просим! Не забудем, не просим! Порядок вокруг места сбора охраняли порядка 40 милиционеров. Акция прошла без стычек и правонарушений. Порядка Украины! Порядка Украины! Порядка Украины! В Одессе появилось новое молодежное самообъединение. Его участники – студенты одесских вузов различных курсов. Идея проекта – объединить усилия активной молодежи с целью решения целого ряда актуальных проблем и вопросов, их волнующих. Идеи и предложения, высказываемые молодежью, должны получить возможность быть реализованными, уверены одесские студенты. Своим примером, рассказывают активисты, ребята хотят показать, что объединившись, могут справиться даже с самыми сложными проблемами. Все мы знаем о тяжелой ситуации в нашей стране. И в этих условиях бездействие молодежи является своего рода преступлением. Нельзя быть равнодушными к своему будущему. Мы не хотим сидеть сложа руки, а хотим выделять определенные проблемные вопросы и каким-то образом влиять на их решение. Для себя мы выделили такие першочерговые задачи, которые, на нашу думку, потребуют решения. Насамперед, это проблема працевлаштувания студентов, проблема благоустроя города, допомога социально незахищенным категориям населення, а также проблема развития спорта и пропаганды здорового способа жизни. Одна из наиболее острых проблем, с которыми сегодня сталкиваются студенты – проблема трудоустройства. Ее можно и нужно решать, уверены будущие соискатели мест на рынке труда. Хочем обратиться к молодых предпринимателей с целью того, чтобы они в будущем помогли нам, молодым, студентам, працевлаштоваться, чтобы в будущем иметь квалифицированных работников. По словам студентов, они уже обращались в городской совет предпринимателей и работодателей, и их обращения были поддержаны. Не только мы, да, заинтересованы в том, чтобы работать, но и работодатели нуждаются в новых перспективных специалистах, которые сейчас, благодаря неплохому уровню образования в Украине, хотя и нуждающимся в большой доле реформации, все-таки существуют. Уже сейчас, рассказывают ребята, они работают над созданием специального колл-центра, куда смогут обращаться все студенты по всем волнующим их вопросам. По каждой проблеме студенческое самообъединение будет принимать адресное решение и стараться помочь каждому обратившемуся. В Инфокс водоканале завершили первый этап реконструкции станции биологической очистки «Северная», на которую поступают сточные воды из Приморского и Суворовского районов Одессы. Начали с лабораторий. Инвестиции в ремонтные работы и закупку нового лабораторного оборудования составили порядка миллиона гривен. Сотрудники станции показывают отремонтированное помещение лаборатории, а также новое оборудование – холодильные камеры, электронные весы, автоклав и многое другое. Раньше все анализы здесь приходилось делать вручную. С появлением новой техники этот процесс значительно упростился. Часть оборудования работает в автоматическом режиме, и специалистам необходимо будет лишь контролировать процесс. В процессе конструкции был проведен ремонт помещений, была заменена канализация водопроводов, был приобретен автоклав, новый уже у нас, были приобретены холодильники, электронные весы, сушильные шкафы, также установлены кондиционеры, вытяжные шкафы, была подведена новая приточно-вытяжная вентиляция. Стоки, которые поступают на станцию, а это почти 180 тысяч кубометров воды в сутки, проходят несколько этапов очистки. С запуском нового оборудования контроль над этим процессом станет еще более качественным. На сегодняшний день лаборатория работает в полном объеме. Выполняются анализы по бактериологическим показаниям на входе на очистные сооружения, на выходе с очистных сооружений, а также проводится контроль в районе сброса воды в водоем. На сегодняшний день превышений по показателям на очистных сооружения нет. Специалисты уверяют, к новому курортному сезону вода в Одесском заливе будет полностью соответствовать установленным нормам. В конечном итоге это очищенная сточная вода, которая будет поступать в акваторию Хаджибиевского лимана. И, естественно, экологическая обстановка будет гораздо лучше. Качество сточной воды будет лучше в связи с тем, что более оперативно будут приниматься меры. В преддверии сезона можно быть спокойным, что вода у нас, как вы видите за моей спиной, в каком она состоянии, идеальна. В реконструкцию химико-бактериологической лаборатории Инфоксводоканал вложил более миллиона гривен. Инвестировано было порядка миллиона 110 тысяч. Вообще в планах в обе станции, Северной и Южной, вложить в этом году порядка 5 миллионов, инвестировать, порядка 5 миллионов гривен. Это сюда будет входить по станции Северной ремонт одного нагнетателя, двух осевых насосов. Будет завершена замена системы аэрации на аэротемке номер 3 на станции Белорусской и Южной. И в планах на этот год здесь, на станции Северной, заменить систему аэрации еще на одном аэротемке. Правда, как заверили специалисты Инфоксводоканала, все это нельзя будет реализовать без своевременной оплаты за потребляемую воду. Глобальная сеть уже давно стала неотъемлемой частью жизни большинства людей. При помощи интернета пользователи получают обширную информацию обо всем на свете, поддерживают общение с близкими, делают покупки, вносят оплату за коммунальные услуги, не покидая дома. Для людей с ограниченными возможностями, пенсионеров и граждан иных соцкатегорий это чрезвычайно удобное подспорье в жизни. А для одесских льготников внедрена и действует специальная программа, которая помогает экономить средства при подключении и пользовании интернетом и цифровым телевидением. Льготная программа для социальных категорий пользователей в телекоммуникационной компании ТНЭТ действует с 2011 года и ежедневно привлекает все новых абонентов. Специальное предложение придумано с целью обеспечения каждого одессита цифровой телефонии, интерактивным телевидением и высокоскоростным доступом в интернет. У нас есть примеры пенсионеров, которые не выходя из дома оплачивают коммунальные услуги, общаются с государственными органами, облегчают себе свою жизнь и экономят в конце концов на выходе, на проезде, на свое время, на стоянии в очередях. 50-процентное снижение абонентной платы действует для семьи с детьми-инвалидами, многодетных семей, инвалидов первой и второй групп, инвалидов войны, ветеранов, участников боевых действий, а также участников ликвидации аварий на Чернобыльской АЭС и пенсионеров. На сегодняшний день льготной программой пользуется порядка двух с половиной тысяч абонентов Одессы. Я очень довольна работой и плюс ко всему, что сейчас наша инфляция все седает, наши бюджеты. Я очень довольна, что есть такая услуга, как 50%. Для бюджета сегодня это очень важно, учитывая, что все дорожает, Тенет делает такие добрые услуги, это очень-очень важно. Для оформления программы пользователям необходимо обратиться в абонентное отделение компании Тенет, предъявив паспорт и документы, подтверждающие принадлежность к той или иной льготной категории населения. На улице Академика Королева с восьмого этажа высотки сорвался лифт. Во время ЧП в кабине подъемного устройства находились женщина и ее 12-летняя дочь. Девочка с подозрением на сотрясение головного мозга госпитализирована. Как сообщили в городском департаменте информации, предположительно, во время движения произошла авария и лифт с ускорением поехал на нижний этаж. Специалисты утверждают, что сработала система резкого торможения и во время остановки подъемного устройства девочка ударилась о стену кабины лифта. Была мама-дочь в лифте, мама не госпитализирована, у нее травм нет. Дочь доставлена 12 лет, доставлена в областную детскую больницу с подозрением на легкую форму черепно-мозговой травмы. Такое легкое сотрясение. Сейчас и делают МРТ, там уже дальнейший диагноз будет уточняться. Для расследования инцидента создана и выехала на место ЧП специальная комиссия, которая выясняет причины обрыва кабины. На пересечении улиц Балковской и Маловского сошел с рельс трамвай. При этом вагон занесло на автомобиль ДЭУ. Пострадавших нет, но автомобиль получил серьезные повреждения. По словам руководства КП «Угор Электротранс», трамвай 12 маршрута двигался по наклонной. Водитель растерялась и во время остановки резко нажала и отпустила педаль тормоза, чего делать нельзя. Вагон покатился назад и на повороте сошел с рельс. Съехав на Балковскую, трамвай протаранил автомобиль ДЭУ, который стоял вблизи перекрестка. Задержки в движении не было, так как трамвай поставили на запасной путь. Что касается ущерба, то и вагон, и автомобиль застрахованы. Ущерб будет возмещен за счет страховой компании. Временно не работает трамвайный маршрут номер 20, Херсонский сквер, Хаджибеевский лиман. Причина – аварийные работы в Ширяевском переулке, который проводит филиал Инфоксводоканал. Как сообщается, движение возобновится 18 апреля в 10 утра, а пока по маршруту курсирует автобус. Стоимость проезда осталась без изменений и составляет полторы гривны. Ревматические болезни сегодня рассматриваются во всем мире как одна из наиболее распространенных патологий, а также одна из наиболее значимых медицинских и социально-экономических проблем современного общества. Ежегодно в Украине с разного рода ревматическими заболеваниями регистрируют до 10 тысяч человек. О том, какие у этого недуга первичные симптомы и как с ними бороться, предупреждая хронику, далее в нашем репортаже. Ревматические заболевания существенно снижают качество жизни, приводят к значительным затратам на лечение и, в конечном счете, негативно влияют не только на существование отдельного больного, но и на все государство. Ведь при запущенности диагноза человек становится нетрудоспособным, переходя с рынка труда в поле социально нуждающегося. Врачи отмечают, чтобы избежать хронической стадии тяжелого недуга, нужно чрезвычайно внимательно прислушиваться к своему здоровью и регулярно проходить диагностику. Если у него на протяжении от одной до двух недель сохраняется боли в суставах, неважно, какая группа суставов, хотя больше всего настораживают, конечно, мелкие суставы кистей рук, именно пясно-фаланговые и проксимальные мерш-фаланговые, что характерно для ревматоидного артрита. Это уже повод обратиться к ревматологу. Впрочем, поначалу боли в суставах могут быть и непостоянными. Похолодание конечностей, когда больной говорит, что он выходит на холод, и у него дикая боль в области кистей рук, руки синеют, становятся багровыми, болезненными. Это тоже проявление наших заболеваний. Тоже нужно обращаться к ревматологу. Также симптомами ревмозаболеваний может быть скованность по утрам, чувство одеревенелости в спине. По словам специалистов, очень важно придерживаться здорового питания, правильно ходить и вести здоровый образ жизни. Ведь во многом именно от человека зависит, сможет ли он не только победить болезнь, но и предупредить её. В этом случае врачам будет намного легче бороться с намечившимся недугом. Наша задача даже, допустим, до третьей степени отсрочить оперативное лечение, вернуть человека в нормальное русло, то есть избавить его, грубо говоря, от инвалидности. Это и социальная программа, это и реабилитация в чистом виде, в котором мы её знаем, и сам просвет работы. Ортопеды, которым приходится приживлять в организм пациента искусственные суставы взамен разрушенных, предупреждают. Для увеличения срока службы суставов необходимо прицельное внимание обращать на походку. Человеку нужно правильно научить ходить, допустим. Это очень важно, потому что, опять же, биомеханика нарушена, то есть причина и следствие всегда это прямая обратная связь. То есть не будете правильно ходить, будете получать болезнь суставов. Будет болеть сустав, будете неправильно ходить. Артроз, красная волчанка, подагра, остеоартроз, ревматоидный артрит, болезнь Бахтерева. Беды, которые в последние пару десятилетий с нарастающей интенсивностью беспокоят людей разных возрастов. И, увы, пока мировые эскулапы не нашли панацеи от этих недугов, человечеству остается лишь уповать на профилактику и раннюю диагностику ревмозаболеваний. Сегодня уже редко можно встретить больного ревматизмом, но повсеместно распространен ревматоидный артрит, а также другие ревматические заболевания, тесно связанные с иммунной системой, приводящей к инвалидизации. В то же время, в отличие от ВИЧ-пациентов, также страдающих от сбоев в иммунитете, ревматическим больным ни один фонд, ни одно ведомство не предоставляет бесплатного лечения и не покрывает расходы на лекарства. А препараты, способные существенно улучшить качество жизни таких пациентов, стоят недоступные украинцам суммы. По словам специалистов, до введения в стране страховой медицины внедрить бесплатную систему лечения ревматиков не представляется возможным. Для детей по ревматоидному артриту были такие программы, я думаю, что они еще остаются. Именно для детей с ювелирными ревматоидными артритами. Для взрослых, я думаю, что, может быть, мы доживем до страховой медицины и у нас будет то же самое, как и в всем мире. Как, к сожалению, вот так оно получается, что препараты нужно покупать за свой счет. Специалисты также коснулись еще одной актуальной для Украины темы – повышение квалификации ревматологов. По словам врачей, медицина развивается очень быстрыми темпами, поэтому приходится постоянно держать руку на пульсе. Медики проходят аттестацию в течение месяца. За этот период врачи прослушивают курс лекций и нарабатывают часы практических занятий, которые позволят им идти в ногу с мировой современной медициной. В завершении выпуска напомним, что показалось важным в этот день нашим корреспондентам. Младенец, накануне объявленный похищенным, оказался задушенным собственной матерью. Мертвую девочку нашли в мусорном контейнере. Выездом следственной оперативной группы и в дальнейшем проведение судмедэкспертизы было установлено, что смерть ребенка наступила вследствие удушения. Гражданка дала показания о том, что она действительно задушила своего ребенка, так как ребенок плакал, вызвал у нее недовольство, и она матрасом его задушила. А на пересыпи на рассвете масштабный пожар охватил 8 квартир. К счастью, и людей, и газовые баллоны из квартир успели эвакуировать. Обошлось без пострадавших. Горела крыша открытым пламенем, чередачное перекрытие на площади 250 метров квадратных. Сложность пожара возникла в том, что чередачное перекрытие было деревянное, огонь распространялся по чередачным помещениям. В этот же день на поселке Таирово пострадала 12-летняя девочка, получившая травму головы при обрыве кабины лифта. Была мама-дочь в лифте. Мама, не госпитализирована, у нее травм нет. Дочь доставлена 12 лет, доставлена в областную детскую больницу с подозрением на легкую форму черепно-мозговой травмы. Такое легкое сотрясение. Сейчас и делают МРТ, а там уже дальнейший диагноз будет уточнен. Ревматологические заболевания в последние два десятилетия стали бичом для человечества. Эти патологии иммунной системы существенно ухудшают качество жизни больного и влияют в целом на социально-экономическое состояние государства. Панацеи пока, увы, не найдено. Как не разработан и механизм финансовой помощи людям, которым предписываются для регулярного приема дорогостоящие препараты. Для взрослых, я думаю, что, может быть, мы доживем до страховой медицины, и у нас будет то же самое, как и во всем мире. Как, к сожалению, вот так оно получается, что препараты нужно покупать за свой счет. Обо всех этих и других важных событиях дня мы расскажем в наших следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова